Актуальный микрофон на волнах Белорусского радио в студии Ярослава Даниленко. Здравствуйте! Сегодня говорим о профсоюзах и о молодежи. С нами в студии заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, ректор Международного университета МИЦО Владимир Михайлович Позняков. Владимир Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Мы говорим в эти дни о молодежи, о том, как молодежь вступает в профсоюз. Вообще активно ли это происходит? Знаете, безусловно, активно. И мы видим это по динамике профсоюзного членства в разделе предприятий. Конечно, более такие яркие успехи на тех предприятиях, где на самом деле профсоюзами, непосредственно предприятиям, профактивам, руководствам предприятия уделяется значительное влияние и профсоюзному движению. Конечно, там, где сильный коллективный договор, по сути, местная конституция, там, где предусмотрен ряд дополнительных мер социальной поддержки молодежи, этот процесс более активен. Но в целом, отвечая на ваш вопрос, мы, безусловно, отмечаем, что да, молодежь активно вступает в профсоюз. Как эти договоры способствуют этому? Чем они привлекают молодежь? Знаете, вот в целом на текущий момент, по таким последним оперативным данным, более 15 тысяч коллективных договоров по стране, примерно 15 тысяч 300 содержат нормы дополнительных социальных гарантий для молодежи. Это различные формы для тех молодых людей, которые направлены на предприятие для работы по распределению, стимулирующие выплаты, различные формы материальной помощи. Конечно, это весь тот комплекс мер, которые способствуют и закреплению молодых специалистов на предприятии, ну и в целом, такому комфортному влиянию, вливанию молодого человека в трудовой коллектив. Ну вот опять же говоря о распределении, да, об этом неоднократно говорилось и на высшем уровне, важно закреплять кадры на местах, чтобы, причем в различных сферах, на ваш взгляд, как этому поспособствовать? Потому что мы видим, что не всегда хочет молодежь закрепляться на местах ввиду разных обстоятельств, это и заработная оплата где-то, где-то и условия проживания. Вот как этому поспособствовать? Знаете, это такая очень серьезная проблема, она на самом деле комплексная, и Федерация профсоюзов этому направлению, целому закреплению молодежи на предприятиях, сокращению дефицита кадров и рабочих профессий, огромное внимание уделяется. Я напомню, что еще в 2022 году, по сути, Федерация профсоюзов явилась инициатором разработки общереспубликанской программы по сокращению дефицита кадров рабочих профессий. Мы с нашими социальными партнерами, правительством, объединениями нанимателей очень детально поработали над этим документом, в настоящее время он реализуется. И, по сути, это такой конкретный комплексный план, где порядка 30 мероприятий, которые направлены на повышение престижа рабочих профессий, которые направлены на повышение закрепляемости. Конечно, для того, чтобы молодой человек закрепился на предприятии, должны быть обеспечены достойные условия труда, должна быть достойная заработная плата, должен быть обеспечен такой комфортный период адаптации. Ну и, конечно, вот эти вот наши традиционные направления работы – это расширение практики наставничества. Опять же, для того, чтобы такой дополнительный импульс придать этому движению, мы активно способствуем включению в коллективные договора норм, которые поощряют проведение такой политики адаптации молодого работника на предприятии. Ну и вот то, что касается заработной платы, конечно, это ряд норм, которые, опять же, заложены в коллективные договоры различного рода доплаты. Ну, буквально вот из последнего хочу отметить, что в рамках реализации этого комплексного плана на сокращение дефицита кадров рабочих профессий, один из пунктов был направлен на совместную проработку с профильными министерствами, возможности предоставления дополнительных налоговых льгот молодым специалистам, которые, направленные на предприятие, работают фактически по распределению. Ну, достаточно серьезно мы подошли к этому вопросу в части обоснования целесообразности включения этой нормы. Ну и буквально на последнем заседании комиссии по совершенствованию налогового законодательства было принято решение о необходимости внесения данной нормы в налоговый кодекс и фактически по инициативе Федерации профсоюзов эта норма, уверен, будет включена. Она предполагает, что каждый выпускник средне-специального профессионально-технического высших учебных заведений, которые пришли на работу по распределению в течение всего периода отработки первого контракта, но не более пяти лет, будут получать дополнительный налоговый вычет в сумме минимальной заработной платы. Ну вот конкретно для каждого молодого человека это налоговый вычет в таком денежном выражении, это фактически дополнение к заработной плате на текущий момент будет более 70 рублей. Ну это достаточно приличная сумма дополнительных выплат с учетом того, что, как правило, молодые специалисты, приходя на предприятие, в первый период получают относительно невысокую заработную плату. И как раз-таки вот эта вот норма будет, на наш взгляд, способствовать повышению закрепления молодых специалистов. Ну вот говорили о системе наставничества, довольно-таки интересный такой момент. В последнее время это действительно активно поддерживается. В каких отраслях это вот наиболее проявляется? Это медицина, промышленность, такие важные сферы? Знаете, даже, наверное, трудно выделить, в какой конкретно отрасли. Я напомню, в национальный профцентр входят 15 отраслевых профсоюзов. И с учетом того, что у нас принята комплексная программа по развитию наставничества, каждый отраслевой профсоюз уже внутри непосредственно своего направления разрабатывает конкретные мероприятия. Конечно, традиционно это на предприятиях промышленности, в сфере здравоохранения очень активно развиваются эти нормы. По сути, по каждой отрасли, единственное, уже имея какую-то такую узкую специфику, исходя из профиля работы предприятия. В целом, о законодательстве, о трудовом вопросе трудоустройства молодежи, социальной гарантии. Это все сегодня действительно волнует как молодых сотрудников, так и в целом и профсоюзы. И эти вопросы, в том числе, вынесены на масштабный форум, который проходит на этой неделе с участием профсоюзной молодежи, если не ошибаюсь, из восьми стран в белорусской столице проходит форум. Кто участвует в этом году? Какие вопросы обсуждаются? Что в центре внимания? Да, вы знаете, на самом деле проходит масштабное профсоюзно-молодежное мероприятие под эгидой Федерации профсоюзов. Я напомню, что старт этому проекту был положен еще в 2016 году. По сути, сейчас это шестой профсоюзный форум. С учетом небольших перерывов на пандемийный период было принято такое крайне важное решение возобновить эту практику, когда профсоюзные активисты, по сути, это трудящаяся молодежь из дружественных нам стран, национальных профцентров. Они вместе в течение недели обсуждают актуальную повестку профсоюзного движения, взаимодействия, обмениваются опытом. И сегодня на базе Международного университета МИЦО, это выбрана такой основной площадкой проведения, проводится данный форум. Крайне насыщенная программа, вот, наверное, философия, может быть, даже идеология, она заложена в названии «ТЭМП». По сути, это аббревиатура «Трудом едино молодежь профсоюзов». То есть, это такая, на самом деле, международная солидарность профсоюзных молодежных активистов, представителей восьми стран. Это, конечно, Российская Федерация, Казахстан, Вьетнам, большая делегация прибыла к нам, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. К сожалению, представители Китайской Народной Республики в этот период не смогли к нам прибыть, но по техническим причинам мы ожидаем большую делегацию уже в октябре месяце. Поэтому это, на самом деле, такая форма народной дипломатии, когда в такой неформальной обстановке молодежь, посещая промышленное предприятие, обмениваясь опытом, посещая историко-культурные объекты нашей страны, совместно проводя ряд образовательных мероприятий, обмениваются, познают нашу страну, ну и взаимно обогащаются. Ну, все-таки, какие основные направления работы? Понятно, что это знакомство с нашей страной, знакомство с предприятиями. Какие основные направления интересны молодежным лидерам профсоюзов этих стран? Да. Знаете, иногда мы даже не понимаем, насколько развито профсоюзное движение в Республике Беларусь. И вот, конечно, когда мы рассказываем о работе национального профцентра, представители делегаций наших гостей во многом удивляются. Да, удивляются уровню социального партнерства, которое выстроено в стране. Удивляются тому, что, по сути, профсоюзное движение – это не только отстаивание своих интересов на улицах, в стычках, как мы видим это на примере западных стран. Когда на самом деле выстроен настоящий конструктивный диалог с правительством, с внимателем, я напомню, что все нормативно-правые акты, которые затрагивают социально-экономические условия труда, в принципе, трудового человека, они в обязательном порядке приходят на экспертизу в национальный профцентр для экспортной оценки. То есть, по сути, конечно, для молодежных лидеров, гостей наших стран, для них крайне удивительно, что такой уровень социального партнерства выстроен. И, по сути, это такая достаточно уникальная ситуация для в целом профсоюзного движения. Конечно, посещая предприятия, отмечают высокий уровень социального партнерства, взаимодействия непосредственно на предприятиях. Ну и, конечно, на мой взгляд, очень символично, что старт этому форуму международному был, значит, в знаковом для нашей страны Республики Беларусь месяце. Это в мемориальном комплексе Хатынь. И мы, на самом деле, на месте уже возлагая цветы, прониклись той чудовищной ситуацией, которая была в нашей стране в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, очень трогательно было видеть, когда на глазах молодых людей, которые прибыли к нам в страну, которые даже где-то, может быть, и не знали о том, что в годы Великой Отечественной войны, по сути, был геноцид белорусского народа, и на глазах этих молодых людей мы видели слезы. Знаете, на мой взгляд, это очень трогательно, и на самом деле необходимо вот через такое непосредственное посещение объектов доносить всю ту боль, которая была причина нашему народу в годы Великой Отечественной войны. Наверняка профсоюзы в рамках своих культурных программ организационных, в том числе и молодежь, привлекает к посещению таких знаковых мероприятий, приуроченных 9 мая, другие памятные даты. Ну, знаете, это на самом деле очень важный аспект, это не только в рамках конкретно этого мероприятия. Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, в том числе и в трудовых коллективах, и планы работы первичных профсоюзных организаций, в том числе включая посещение этих мероприятий. И, учитывая, что Федерация профсоюзов Беларуси очень активно содействует развитию внутреннего туризма, такие масштабные мероприятия под эгидой нашего профсоюзного туристического оператора «Беларусь Турист», это и туристические форумы, новые культурные объекты. Но мы настаём на том, что каждый туристический маршрут, он в том числе должен включать посещение мест захоронения, памятных мест с точки зрения Великой Отечественной войны, для того, чтобы мы больше воззнавали о тех чудовищных событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. — Возвращаясь к масштабному форуму «Темп-2023», мы уже проговорили о том, что его участники — это профсоюзные лидеры молодёжи с восьми стран, но немаловажно, кто будет для этой молодёжи рассказывать, кто спикеры этого форума. — Вы знаете, мы всегда очень ответственно подходим к этому мероприятию, и всегда, будь то курсы молодёжного актива, традиционный наш ряд других образовательных мероприятий, конечно, ключевой акцент делается на профессионализме спикеров. По сути, на протяжении всей программы проведения на каждой локации подобраны профессиональные спикеры, ну, к примеру, если это посещение национальной библиотеки, то запланирована встреча с директором национальной библиотеки Гигином. Если это посещение парка высоких технологий, то, безусловно, это встреча с директором парка высоких технологий Янчевским. То есть запланировано ряд образовательных мероприятий, направленных на такое, как говорится, новое направление, оно крайне актуально, мы это медиация, то есть урегулирование споров в досудебном порядке, и там целый спектр профессиональных экспертов, которые признаны не только в Республике Беларусь, но и за рубежом. То есть я думаю, что нам будет чем, в приятном смысле, удивить нашу молодёжь. Вот и глава профсоюзов Михаил Орда заявлял о том, что конфронтация ни к чему хорошему не ведёт, в трудовых отношениях тем более. В конфликтах надо слышать, уметь слышать друг друга и путём переговоров искать лучшее решение для всех сторон. В целом, как профсоюзы содействуют этому мирному регулированию конфликтов в трудовых отношениях, в трудовых спорах, вот вы говорили о принципе медиации, чем здесь может похвастаться профсоюзная организация Беларуси? Вы процитировали, но здесь глубочайший смысл на самом деле заложен, потому что настоящая истинная профсоюзная работа, она не на улице, не на бригадах, она в выстраивании конструктивного диалога и с правительством, и с нанимателями. Я уже рассказал ранее, как эта работа выстроена на уровне республики, когда все нормативные документы предварительно оцениваются с точки зрения соблюдения трудового кодекса, различных последствий на трудовые взаимоотношения и вырабатываются такие конструктивные подходы. То, что касается на уровне предприятия, опять же, ключевой момент – это коллективный договор. Опять же, в названии заложен основной смысл – коллективные переговоры, когда две стороны – это и работники, и наниматели договариваются о тех нормах, которые будут заложены в основу трудовых взаимоотношений. В этом и есть, наверное, такой настоящий вклад Федерации профсоюзов в мирное развитие нашей страны, в созидание. Но вместе с тем ряд, скажем так, представителей западных стран и международных площадках пытаются упрекнуть Беларусь в том, что в нашей стране нельзя создавать профсоюзы, нельзя заключать коллективные договоры, как из последних примеров – это решение Международной организации труда, как его в целом восприняли в профсоюзах, Беларуси, какое-то ответное решение? Знаете, те решения, которые приняты на площадках МОД, они просто еще раз подтвердили тот тезис, в котором мы, честно, даже не сомневались, о том, что такие принципы международного права, они, к сожалению, себя дискредитировали. Изначально, я напомню, Международная организация труда – это была организация аполитичная, которая в своей работе такие нормы демократии, плюрализма проповедовала, хотя после крайней сессии МОД мы увидели, что ни демократии, ни плюрализма нет. Есть единая позиция коллективного Запада, по сути, Соединенных Штатов Америки, ну и страны, которые, кажется, являются социалитами, вот так вот безропотно следуют этой позиции. Но что необходимо отметить? Это очень важно, то, что есть ряд стран, которые с этим не соглашаются. И даже вот те попытки международной изоляции, которые были предприняты и ранее, и на крайней сессии МОД, ну они, по сути, несостоятельны. И ярким фактом подтверждения является в том числе проведение этого международного форума, когда мы увидели, что представители разных стран, очень широкая география, это и европейские страны, и страны Африки, и, соответственно, страны СНГ, они, несмотря на все эти решения, они участвуют в международных мероприятиях, и учитывая, что это первый темп после такого перерыва, я уверен, что традиция эта сохранится, и количество стран-участников будет только расширяться. То, что касается решения МОД, ну, конечно, еще окончательные оценки будут даны, в том числе и с юридической точки зрения, но мы для себя уже давно поняли о том, что, к сожалению, нормы международного права, они не работают. И это, мы, напомню, доказали еще в 2021 году, когда, опять же, под агидой Федерации профсоюзов проводился крупный форум, крупнейший, где было порядка 40 стран-участников в сентябре 2021 года, и с юридической точки зрения, пригласив ведущих экспертов в области международного права, мы тогда именно основываясь на нормах международного права, на детальном анализе международных конвенций, доказали о том, что те односторонние санкции, которые применяет коллективный Запад в отношении Республики Беларусь, в отношении отдельных предприятий, по сути, незаконен. И дали этому юридическую оценку. Но, к сожалению, ведь реакция не последовала, ввиду того, что, опять же, повторюсь, международное право себя динансировало в этой части. Вместе с тем, как вы правильно отметили, мы видим, что в целом диалог с теми странами, которые готовы поддерживать Беларусь, он налаживается, проводятся и форумы, вот такие, как Темп. Говоря о двустороннем сотрудничестве профсоюзов Беларуси с другими странами, есть ли примеры? Ну, я думаю, нет смысла отрицать, что есть диалог с представителями Российской Федерации. Ну, вот немножко дальше по географии, если идти, например, диалог с профсоюзами Китайской Народной Республики, как вы уже говорили, африканский континент, как там проходит сотрудничество? Вы знаете, наверное, все-таки такое сотрудничество по линии профсоюзов, оно неотъемлемо от такой международной повестки сотрудничества в целом, Республики Беларусь. То есть те взаимоотношения лидера нашего государства, Александра Григорьевича Лукашенко, контакты в целом страны на международной арене, они, конечно, во многом перекликаются взаимодействием, с дружествами нам профсоюзными центрами. Да, есть наши такие уже проверенные партнеры, но география, она очень расширяется. И вот, опять же, сессия МОД 111 подтвердила, что позицию профцентра национального, позицию в целом Республики Беларусь поддерживает ряд стран. Единственное, необходимо отметить, что далеко не все могут публично высказать эту позицию. Это удручает, удручает, безусловно, но мы надеемся, что эта тенденция будет меняться, и вот в том числе проведение подобных мероприятий будет способствовать тому, что будет не только одностороннее мнение по данным вопросам. Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Сейчас хотелось бы посвятить вторую часть нашей программы молодежи, студенчеству и абитуриентам. Вы являетесь ректором университета МИЦО. Расскажите, пожалуйста, о том, как в целом проходит вступительная кампания, в университет, что можете предложить? Ведь миссия университета, как заявляется, это осуществлять подготовку специалистов по востребованным на современном рынке труда специальностям. Соответствует ли этой миссии? Уверен, что безусловно соответствуем. И по сути учреждение образования Федерации профсоюза Беларуси, Международный университет МИЦО является кузницей не только профсоюзных кадров. То есть у нас по системе повышения квалификации при подготовке более 13 тысяч человек ежегодно проходят обучение. Ну, является, по сути, классическим университетом. В настоящее время более 5 тысяч студентов обучается. У нас есть полноценные филиалы в Гомеле, Витебске. Обучение по 11 специальностям на первой ступени. Специальности, они крайне востребованы, актуальны. Это специальности юридического, экономического профиля, логистика, информационная технология. Ну и приятно отметить, что в этом году мы впервые осуществляем набор на две крайне востребованные специальности. Востребованные экономикой, в первую очередь. Это экономическое право и экономическая безопасность. То есть это такие мультидисциплинарные специальности, которые комбинируют знания в области права, экономики, информационных технологий. Ну и с учетом той геополитической обстановки, которая складывается, с учетом тех рисков, конечно, я думаю, что у каждого предприятия будут востребованы специалисты в области экономической безопасности. Поэтому у нас крайне позитивное настроение перед вступительной кампанией. Ключевой подход – это обеспечение высоких стандартов обучения. Мы привлекаем специалистов, профессорский, преподавательский состав, компетентных в профильных областях. Ну и на выходе это дает заслуженный результат подготовленного молодого человека, который готов на практике реализовывать свои навыки, полученные в университете. Молодого человека, который знает основы, специфику работы профсоюзов. Потому что, начиная с первого курса, у нас в том числе есть ряд дисциплин, которые рассказывают о принципах социального партнерства, работе национального профцентра. То есть, по сути, это уже подготовленные руководители. Остается только мало закрепить свои знания на практике. Готовите кадры для Федерации профсоюзов для себя, можно сказать? Ну, в том числе. В том числе. Ну, скорее всего, наверное, готовим кадры для себя на этапе повышения квалификации и переподготовки. Ну и, конечно, мы крайне рады, когда студент в последующем поступает в магистратуру. У нас имеется магистратура по трём специальностям. Ну, если у него есть навыки и склонности к научной работе, конечно, для нас крайне приятно, когда он продолжает обучение и в аспирантуре, с последующей защитой кандидатской, а может быть, и докторской диссертации. Ну, вот называли о том, что появляются новые смежные дисциплины и специальности, такие междисциплинарные моменты. В целом, насколько сегодня это на рынке труда востребовано, когда специалист не только владеет правом, но экономикой, не только безопасностью, но опять же тоже экономикой. Да, вы знаете, это, наверное, такой современный тренд системы образования, не только в Республике Беларусь. Видите, настолько динамично развивается сфера информационных технологий. И, конечно, мы говорим о том, что любой специалист, он должен владеть навыками коммуницирования, навыками владения системами информационной аналитики, анализа. Ну и, конечно, вот такой вот мультидисциплинарный принцип образования, когда мы не только вопросы, связанные в таком узком блоке, будь то юриспруденция, логистика или экономика, ну и целый таких спектр дополнительных дисциплин, которые позволяют на выходе получить универсального специалиста, который готов уже буквально с первого дня применять свои навыки на практике. Но я думаю, что этот тренд сохранится и в будущем, и он только будет развиваться. Опять же говоря, о выходе специалистов из университета. С одной стороны, да, предприятиям нужны молодые кадры, с другой стороны, предприятиям нужен опыт и компетенции, которые этот молодой специалист может применять в работе. Где эта золотая середина или как этому университет способствует, чтобы молодой специалист, который только что вчера вот буквально вышел из стен университета, смог проявить себя, презентовать какие-то свои навыки и зарекомендовать себя? Ну, вы знаете, выработаны определенные механизмы для того, чтобы это обеспечить. Основной акцент в настоящее время – это в реализации практикоориентированной подготовки. Ключевой момент заключается в том, что наряду с получением теоретических знаний, то есть это непосредственно в стенах университета, огромное внимание является практической составляющей, то есть достаточно большой блок учебных часов, он отведен на практическую составляющую. В течение учебного года – это посещение предприятия, большое внимание уделяется прохождению практики, и по сути, конечно, если молодой человек нацелен на такое активное вовлечение уже непосредственно в работу предприятия, то, конечно, вся практика, начиная со второго курса, она уже проходит непосредственно на тех предприятиях, где в перспективе после окончания молодой человек планирует работать. Это такой очень удачный, успешный механизм, когда даже наниматель, он не в первый день знакомится с молодым специалистом, когда тот приходит в отдел кадров предприятия, а он, по сути, его знает. Знает как студента, который на протяжении двух, а может быть и трех лет системно проходил практику на этом предприятии, выполнял курсовые проекты, дипломную работу, именно основываясь на специфике этого предприятия. Ну вот это вот залог успеха такого течного сотрудничества между учреждением образования, ну и тем предприятием, где впоследствии будет работать молодой человек. Мы не раз говорим слово «предприятие». Если брать по географии страны, это республиканские какие-то масштабные, говоря про промышленность, тот же БелАЗ, например, или это, например, региональные предприятия? Если речь идет о том, что где в первую очередь работает выпускник МИЦО, ну здесь это очень широкий блок предприятия, как государственные, так и частные формы собственности, это республиканские органы госуправления, учитывая, что в настоящее время колоссальное внимание уделяется языковой подготовке, фактически мы говорим о том, что выпускник МИЦО в обязательном порядке знает как минимум один иностранный язык, это на уровне выше среднего, ну и по отдельным специальностям, это международное право, ряда других, это второй язык по выбору. Ну и, конечно, приятно отметить тенденцию последних лет, когда наши студенты выбирают второй язык, китайский. В настоящее время на высоком уровне изучают китайский язык, более 150 студентов нашего университета. Буквально в сентябре месяце мы долго к этому готовились, мы открываем центр изучения китайских языков, преподают китайский язык непосредственно носители китайского языка, то есть трудоустроенные граждане Китая, которые на высоком уровне обеспечивают обучение. Я думаю, что эта тенденция сохранится с учетом того, что развиваются экономические, политические взаимоотношения с Китайской Народной Республикой, активно развивается парк Великий Камень, поэтому, конечно, эти специалисты будут крайне востребованы. Ну вот говоря о международном сотрудничестве университета, проходят ли какие-то обмены, консультации с другими учреждениями подобного профиля? Ну, в настоящее время в активной форме у нас 75 наговоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, научными организациями, зарубежными. Где-то чуть более активно, где-то чуть менее активно. Опять на это влияет такая внешнеполитическая конъюнктура. Но вместе с тем, такие традиционные мероприятия, это проведение научной конференции, обмен студентами, магистрантами, он традиционно развивается, и, честно сказать, даже в пандемийный период ряд мероприятий проходило, где-то, может быть, чуть менее активно. Но в настоящее время такой обмен студентами, он налажен, и студенты наши выезжают на стажировки, обучение. Ну и мы с удовольствием принимаем к нам студентов для прохождения краткосрочных стажировок. Ну, а в целом по географии это больше странно, и востока, ниже и запада? Ну, конечно, те события, которые произошли в последнее время, они вектор сотрудничества, взаимодействия чуть меняют. И, конечно, в настоящее время мы больше ориентированы на взаимодействие с Российской Федерацией, взаимодействие со странами СНГ, по сути, дружественными нам странам, где нас готовы видеть, где нас уважают, ну и, безусловно, там, где мы понимаем, что эти образовательные мероприятия будут способствовать повышению уровня квалификации, компетентности наших специалистов. Ну, мы всегда открыты в этом плане, и я уверен, что география международного сотрудничества будет, безусловно, развиваться. Ну, остается буквально пару минут до завершения нашей программы. Буквально пару слов в адрес тех абитуриентов, их родителей, которые еще, может быть, не решили, куда поступать, и выбирают между МИЦО и другими университетами. Вот несколько плюсов очевидных, почему стоит поступить именно в МИЦО? Ну, для нас, наверное, ключевой акцент при выборе – это получение качественного образования, образование, которое востребовано экономикой, это, безусловно, для родителей важно безопасное условие пребывания обучающихся на территории, огромного внимания уделяется. Это создание дружественной атмосферы, различные стипендиальные программы, которые, по сути, позволяют фактически обучаться к стоимости близкой к нулю, да, то есть когда такие различные формы поддержки, как со стороны университета, у нас есть стипендии Федерации профсоюза в Беларуси, система скидок. Поэтому, конечно, молодым людям и их родителям хочется пожелать одного – сделать правильный выбор, поступить в Международный университет МИЦО. Уверен, что они не пожалеют. Большое спасибо за разговор. Напомню, в студии актуального микрофона сегодня был заместитель и председатель Федерации профсоюза в Беларуси, ректор Международного университета МИЦО Владимир Михайлович Позняков. Большое спасибо. Спасибо вам огромное.